Добрый день! У меня на обзоре случилась вот такая хлебопечка MULINEX, в которой производитель обещает 20 программ. Из них три для приготовления разных молочных продуктов. Это творог, каши, йогурт, ну и самые разные кексы, хлеб в том числе, вроде бы как даже ржаной. Сейчас откроем коробку и посмотрим, что там внутри, и разберемся, как это все готовится. Не стану вас мочить распаковка коробки, это все равно никому не интересно, никому не нужно. Сразу покажу то, что есть в коробке. В коробке есть, собственно, сама хлебопечка, мерный стакан, для того, чтобы было удобно отмерять нужное количество муки и всего прочего, молока, воды. Еще одна мерная ложечка с двумя разными емкостями. Это лопасть, для того, чтобы мешать тесто. Это крючок, для того, чтобы подцеплять, вынимать лопасть, когда все будет приготовлено. И вот такая вот большая емкость, это нужно для приготовления йогуртов тут внутри. Вот еще такая пластиковая вещь. В процессе приготовления рецептов разберемся. Для чего это нам пригодится. Посмотрим на хлебопечку вблизи. Крышка открывается вот так очень просто. Внутри находится емкость, которая вынимается вот за такую ручку. Там шестеренки пластиковые. Можно посмотреть вот с обратной стороны, какой выглядит этот механизм. Дальше, если это дело поставить, то вот это становится, а лопасть, которую я показывал, вставляется вот сюда. Вот она будет вращаться в дальнейшем. Изнутри покрыто антипригарным покрытием, достаточно ровным и красивым. Посмотрим, как это в реальности будет, что из этого в реальности будет получаться. Так, сверху на крышке располагаются два диспенсера. Один под изюм, например, или под всякие цукаты. Один под дрожжи, второй поменьше. Нажимаются они, открываются они с помощью кнопок на торцах. Ну, эта программа автоматически их открывает и автоматически их засыпает. Здесь по решку краю расположен ТЭН, нагревательный элемент. Вот как он выглядит. Ну, собственно, больше здесь ничего конструктивного нет. Коротко о работе меню. Кнопка меню позволяет менять номер программы, всего их 20 штук. Кнопка выбор меняет режимы, то есть добавляет, например, диспенсер включает или дрожжи отключает. Далее, кнопка масса меняет массу приготовленного хлеба, если это в программе разрешается. Это не во всех программах доступно, например, вот в третий точно нет, в третий даже нет, вот в четвертый есть. Меняется, значит, плюс-минус это меняет время отложенного старта или время приготовления. А эта кнопка дает режим корочки, выбора корочки от сильной поджарки до слабой. Попробуем приготовить самое простое. Берем молоко, муку, дрожжи. И сейчас все это попробуем спечь на программе для французского хлеба. В рецепте там вообще написано «Вода». Ну, попробуем с молоком. Заготовили молоко, муку, дрожжи. Сейчас все это отправим в хлебопечку. Ставим хлебопечку на девятую программу. И, собственно, все. Выбираем корочку, ну пусть будет средняя. И нажимаем «Старт». Сейчас у нас все это должно начать готовиться в течение трех часов. Вот, зажужжало. Ну, будем надеяться, что что-то вкусно получится. На экране показывается, на каком этапе сейчас находится приготовление. Вот сейчас идет замешивание теста. И индикатор горит напротив, как раз замешивание теста. Вот, если присмотреться. Дальше он перейдет на подъем опара, на выпекание и так далее. Вот, что получилось в итоге. Сейчас вынем и посмотрим. Разрезал хлеб. Вот внутри, что получилось. Ну, в принципе, все пропеклось. Эксперимент можно признать удачным. Продолжение следует... Продолжение следует...